Здравствуйте! Вы смотрите новости рынка Форекс. С вами я, Екатерина Недачина. В декабре 2011 года на саммите глав Евросоюза был разработан пакт стабильности, согласно которому страны еврозоны должны придерживаться уровня дефицита государственного бюджета не ниже 3%. Тогда от артификации договора в своих странах отказались Великобритания и Чехия. Некоторые страны вынесли вопрос на местные референдумы. Одной из таких стран была Ирландия. По прогнозу Международного рейтингового агентства ФИЧ, дефицит бюджета Ирландии по итогам 2012 года составит 8,6%. И понятно, почему правительство опасается пакта, перекладывая ответственность на граждан. Ведь с целью сократить уровень дефицита властям придется идти на ряд реформ, которые вряд ли понравятся населению. Но агентство ФИЧ предупреждает, что отрицательный ответ негативно скажется на кредитном рейтинге страны, что спровоцирует еще большие трудности в финансовом секторе Ирландии. Напомним, недавно Дублин и так запрашивал в Еврокомиссию отсрочку по выплатам кредита. А пока одни страны еврозоны думают, как кредит возвращать, другие эти кредиты получают. Португалия получит очередной кредитный транш от МВФ в размере 5,1 млрд. евро. Это одна из составляющих общего пакета объемом 78 млрд. евро, который будет предоставляться частями в течение трех лет. По словам МВФ, в Португалии происходят позитивные движения к победе над долговым кризисом, с которым столкнулась страна. Но местным властям расслабляться не стоит, а следует и дальше прилагать максимум усилий для возобновления экономического роста. Будьте в курсе новостей вместе с компанией Инстафорекс. Всего вам хорошего!